Всем привет! Меня зовут Даниил. Я буду вести у вас взятую половину курса по нейронным сетям. Я занимаюсь нейронными сетями несколько лет уже. Я успел в мейле поработать над приложением Артиста, над чат-ботами, которые используются в техподдержке. И сейчас работаю в компании Silicon Medicine, занимаюсь тем, что разрабатываю лекарства также при помощи нейронных сетей. Вот. И мне реально нравится эта тема. Я хочу, чтобы ей много кто занимался и попробую вам сейчас рассказать какие-то основные азы. Фактически я попробую сегодня весь курс рассказать вот за одну лекцию. И потом попробую написать все, что тут требуется в этом курсе, также за один семинар. А все остальные семинары и лекции будут начаться с того, что вот понтик, я вам рассказал на первую лекцию, вот так делать не надо, надо делать немножко более умным. И вот у нас примерно так будет встроен курс. Собственно, я начну с биологии. Я недавно увлекся биологией, поэтому в этом прогоне курса решил ставить несколько биологических слайдов, которые нам не очень интересны, поэтому я их решил еще и упростить. Значит, есть нейроны у нас в мозгу, и не только в мозгу. Они передают информацию, как-то ее обрабатывают, и фактически мы думаем за счет них. Как они устроены? Ну, вот они выглядят так, у них есть аксон, у них есть сома и дендриты. Ну, для любителей иностранных языков, дендриты что-то связаны с деревьями, сома как бы тельца, ну, аксон. Они принимают информацию какую-то отсюда, то есть им приходит электрический импульс или химический на вход, он передается вдоль аксона и попадает в сома. В соме происходит некоторое преобразование этого входного сигнала, который передается затем на выход другим нейронам. Соответственно, сюда уже подсоединяются аксоны других нейронов, и это все выстраивается в огромную сеть. И, например, первый вход — это колбочки с ваших глаз, трубочки, колбочки. Дальше они идут через несколько слоев в мозгу, доходят до рецепторов. Например, если еще такой пример, смотрите, когда вам на вход подается температура тела, скажем, если вы дотрагиваетесь до чайника, у вас передается сигнал о том, что вы достроены до чего-то горячего до мозга, и потом вы думаете, что надо отодвинуть руку, убираете руку, и вот за это время вас как раз сигналы передаются сначала до мозга, потом обратно. Ну, на практике это происходит немножко более умным способом, чтобы все-таки вы не тратили время, чтобы подумать, чтобы убрать руку, но суть такая. Но нас в биологии не очень интересуют, нас интересуют математические модели. И как это работает на практике? Очень просто. У нас поступает много-много разных входных сигналов. Они все агрегируются, условно, мы можем их просуммировать. И если суммарный сигнал перебивает какой-то порог, то нейрон начинает посылать всем своим соседям сигналы. Соответственно, модель очень простая. Выход нейрона, который мы получаем на каждом дендрите, будет единичкой, если суммарный сигнал больше какого-то порога, ну или я дальше буду писать это как индикатор, заглавная буква И, того же сумма больше порога. Иначе 0. Ну это слишком простая модель, мы хотим еще много чего учитывать. Например, мы знаем, что у разных аксонов есть разные чувствительности. То есть, допустим, нам для обработки того, ну мы видим, какого-нибудь человека, хотим понять, кто перед нами стоит, мальчик или девочка. Нам для этого не нужны входные данные, например, с кожи. То есть, нам не важно, трогаем сейчас горячее или холодное. Ладно. Поэтому мы можем немножко модифицировать модель. Да, немножко еще скажу. Мы будем рисовать нейрон теперь так, чтобы каждый раз не рисовать красивые картиночки. У нас есть входные сигналы, x1, x2 и так далее, xn. Они передаются в такой блок, который делает какое-то преобразование. В нашем случае это преобразование, это как раз индикатор того, что суммарный сигнал пробил какой-то порог b. И получаем какой-то выход. Это наша такая первая модель, самая простая. Теперь мы добавляем чувствительности. Давайте для каждого входа добавим какой-то вес. Чем вес больше, тем более чувствителен нейрон к изменениям входного сигнала, соответствующего входного сигнала. Такая модель может быть записана как индикатор того, что сумма взвешенная, вес текущего входа на его значение больше какого-то порога. Ну или если мы любим линейн алгебру и любим все писать компактно, мы можем писать это через скалярное произведение вектора весов, каждая компонент соответствующий вес, на сигнал. Тоже вектор. Экспонируем, перенажаем, получаем одно число. Если он больше порога, то профит, передаем сигнал дальше. Но, как мы увидим дальше, с такими сетями довольно тяжело работать. Мы можем изменить порогу функции на что-то более-менее гладкое. То есть довольно интуитивная модель, что нейрон работает на да, нет. То есть передаем дальше или не передаем. Мы передаем в каком-то количестве. Если значение суммарное получается очень маленьким, то ничего не передаем. То есть как бы нет. Если у нас сильно больше порога, то передаем, а где-нибудь посередине будет что-нибудь такое гладкое. Для этого нужна какая-нибудь функция, которая выглядит так. Ну, давайте условно называть такие функции сигмоидами. Это такие функции, которые имеют асимдот на плюс и минус бесконечности и монотонно возрастают. Ну, то есть может так выглядеть, может чуть резче возрастать. Можем придумать много таких функций. В частности, нас будет интересовать функция вот такого вида. Это 1 делить на 1 плюс e в степени минус x. Так, выглядит она так. Давайте посмотрим, почему. Если у нас x стремится к бесконечности, чего мы получаем? e в степени минус бесконечности что? 0. Здесь получаем 2 на 1, если 1, то получили 1. Вроде все правильно. Так, на минус бесконечности что у нас получается? e в степени минус минус бесконечности, то есть плюс бесконечности. Что это? Плюс бесконечности, да? 1 делить на плюс бесконечности 0. То есть здесь у нас 0. Ну и также, если мы, например, вычтем производную, мы сможем показать, что она монотонно возрастает. А в 0, кстати, чему она равна? 1, 2, да. Вот. Так. Возвращаемся к этой схеме. Мы получаем эту функцию сигмоида. От чего? Мы берем взвешенную сумму, как делали раньше, вычисляем параметр b, который отвечал за порог, и получаем результат. Соответственно, если значение сильно больше порога, получаем 1. Если сильно меньше, получаем 0. Как у нас и работает сигмоида. Окей. У нас есть какие-то параметры. Вот этот наш кодной сигнал, с ним мы ничего поделать не можем, но у нас есть веса и смещение. Будем их так называть. Вот этот вектор будем называть весами, а вектор b смещением, число b. И с помощью таких простых блоков мы можем конструировать довольно-таки сложные сети. Мы можем взять один нейрон, получить какой-то выход, взять еще один нейрон и на вход ему подавать результаты работы предыдущих нейронов. И так можно выстраивать довольно большие сети. Собственно, давайте начнем с одного нейрона, и потом начнем увеличивать количество слоев и смотреть, что нового мы можем получить. Вот один нейрон. Какие-то входы, выход. Давайте подумаем, какие мы можем моделировать функции с точки зрения алгебрологики. Допустим, у нас есть два входа. Ну, условно назовем их x, y. Ну, ладно, y назовем, давайте x1, x2. Так, передаем их в нейрон. Тут происходит какое-то преобразование. На выходе получаем y. Давайте посмотрим, можем ли мы подобрать такие веса v1 и v2, чтобы у нас y был бы равен, ну, скажем, конъюнкции x1 и x2. Какие нам надо было взять веса, чтобы получить такое преобразование? Ну, давайте подробно распишем, что на самом деле y равен. Это сигмоида от… Ну, да, у нас сейчас один тип преобразования. У нас будет что-то вот такое, v1, x1, плюс v2, x2. Я должен писать минус b, но чтобы… Это точно сигмоида нужна. Сейчас, секунду. Это же логическая функция. Да, это логическая функция, но мы хотим все-таки, чтобы у нас был какой-то такой один модуль пока, что у нас просто есть сигмоида такого значения. Можно подставить 1, 1, получить какие-то уравнения, но коэффициенты разрешить и, собственно, получить эти коэффициенты. Да. Сколько у нас параметров? У нас три параметра, да, четыре уравнения. Раз, два, три уравнения. Угу. Так. Ну, если раз, три уравнения можно подобрать, то какие коэффициенты существуют? Мы снова будем выразить. Это правда? Если x2, 0, 1, минусы, то можно взять… Ну, они не просто 0, 1, они либо 0, либо 1, да? Оттуда 1, 1, минус 1, 9, это должно подойти. Так. Ну, во-первых, у нас есть небольшая проверка в том, что сигмоиды – это не прям пороговая функция, а что-то такое, да? Что-то гладкое. На самом деле это просто исправляется каким-то таким предельным переходом. Давайте… Смотрите, вот как выглядят сигмоиды? Вот так вот. А как выглядит сигма от 2x? Как она будет выглядеть? Какая веса? Внизится, как правило. Вот так вот как-то. А сигма от 1000x? Ну, прям вообще будет выглядеть пороговая функция, да? В таком-то плане мы можем считать, что у нас пороговая функция, если мы будем брать веса какими-то очень большими. Так. Хорошо. Все-таки мы можем как-нибудь так сейчас, не решая систему уравнений, придумать, какие-то надо взять веса V1, V2 и V. Давайте напишем один раз. Одна вторая, по-моему, подойдет. Омега-1, омега-2, одной второй равны. АВ равно 0. 0. Так, и вот это пропускаем через пороговую функцию, да? индикатор того, что вот эта штука больше нуля. Ну, то есть мы как бы… Больше одной второй. Что? Больше одной второй. Тогда здесь надо минус одну вторую написать, да? Ну, да. Так, давайте проверим. 0, 0, 0. Если одна единица, мы получаем здесь 0. Да, правильно. На двух единиц, соответственно, получаем… Здесь одна вторая, больше 0. Отлично. Все поняли, как мы получили конъюнкцию? Так, а кто-нибудь другой сможет, как мы можем получить… Сократить на бойку всегда. Да, давайте сократим. Надо бы донножить на тысячу. Да, и… Сейчас. Сейчас. Минус 1. Это если индикаторный. А если сигмоиды, то примерно равно там… Давайте обозначим это за a. Здесь словно a равно 1000. a x1 плюс a x2 минус a. Ну, все. Да? Вот так. Это конъюнкция. Окей. Дизъюнкция. Так. Какие коэффициенты надо взять? Ну, можно a x3 плюс a x2 просто. Сейчас, давайте где-нибудь наверху будем писать. Так. Сигму от a x1 плюс что? a x2. Так. Если у нас два нуля, мы получаем 0. То есть… То есть мы получаем 0.5. Да? Сигма от 0.5. Надо чуть поаккуратнее здесь делать. Что? Плюс, минус, минус, а пополам. Что-нибудь такое. Ну, например. Да? Так, получим 0. Если 1 единица, то сразу становится больше 0, и мы получаем 1. Если 2 единицы, мы получим 3 вторых a. Тоже. Все, отлично. Так. А можем ли мы сделать ксор? Ксор нельзя. Ксор нельзя. Ксор нельзя, да. А можно вопрос, я не знаю, больше он скопок или за скопок? Скопок? Ну, это индикатор какого-то логического условия, что типа выполнено то, что с 1 плюс, то есть экзамен с 1 больше 0. Зачем мы тогда сигма не считаем, что у нас 0, а сигма не считаем, что мы пропускаем ничку? Если меньше либо равно 0, то пропускаем 0. Но для сигма, если мы будем увеличивать вес у нее, она будет нулем везде, где меньше нуля, единицы везде, где больше нуля, а в нуле она будет 0,5. Ну, поэтому здесь надо отнять какое-то небольшое число. Да? Так. Каким образом? Ну, давайте через дизюнкцию и конъюнкцию распишем ксор. Каким образом? Ну, давайте. Ребят, как ксор расписать через конъюнкцию и дизюнкцию? Так. Вот так предлагаете. То есть, либо, должны быть обе единицы, они должны быть, ну, короче, либо одна единица, либо хотя бы одна единица, и мы исключаем случай, когда обе единицы. Ну, да, ну, давайте сколько, типа, раскроем для симметрии. Так. Вот эту штуку мы нейронам умеем моделировать, да? Вот эту, я думаю, тоже. Ну, как бы один минус х сделать довольно просто. Вот эту мы уже действительно не сможем смоделировать. Хм. Ну, давайте возьмем два нейрона. И потом их выхода подадим на вход еще одному нейрону. Что мы тогда сможем смоделировать? Так. Ну, давайте я соберу. Так. Х1, Х2. Подаем на вход этому нейрону. Подаем на вход этому нейрону. Давайте скажем, этот нейрон вычислит что? Дизюнкцию. То есть, будет Х1 или Х2. Этот нейрон вычислит не Х1 или не Х2. Ну, окей. Мы еще умеем делать нейрон, который вычисляет конъюнкцию своих входов. Да, здесь мы сможем получить Х1, 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 Х2. Согласны? Так, окей. Это все разобрали. Теперь очень интересная теорема. Вот у нас сейчас нейронная сеть в каком-то плане с одним скрытым слоем. Да, вот это вход, это выход, то, что посередине мы называем скрытыми слоями. Оказывается, что если мы возьмем скрытый слой достаточно большого размера, то мы сможем по факту почти любую функцию, более-менее хорошую, приблизить. То есть, мы сможем подобрать такие веса, чтобы любую непрерывную компенсию функцию равномерно приблизить. Если по-русски, то у нас есть какая-то более-менее хорошая функция, которая неразрывная, непрерывная, хорошая. Мы берем какую-то нейросеть, достаточно большую, с достаточно большим размером скрытого слоя, и начинаем подбирать веса, и мы сможем тогда ее приблизить достаточно хорошо. То есть, мы получим какое-нибудь такое приближение, ой, вот так, который будет достаточно хорошей функцией. И мы сейчас эту серию докажем. Давайте подумаем, как. Вот у нас есть какая-то функция, как мы любим задачи интегрирования делать. Давайте приблизим ее прямоугольничками. Если мы приблизим прямоугольничками. Круноотрезки берем сейчас. Ну, там, типа, все время говоришь, что компакт, но в одном случае это отрезок или несколько отрезков. Да, давайте говорим, что там от а до b. Давайте запишем функцию нашу f от x как сумму по всем таким небольшим отрезкам. Так, это, наверное, не видно будет. Давайте черным. f от x — это сумма по всем отрезкам 1 до n. Вот у нас отрезочек. А вот это будет x и т. Вот это x и плюс 1. Значение в центре будет чему равно? f от x и т плюс x и плюс 1 пополам. Тогда что мы здесь получаем? Сейчас. Да. Скажем, что мы будем проявлять функции значения f от x и т плюс f от x и плюс 1 пополам. Индикатор того, что x попадает в текущий отрезок. Когда n бесконечностью стремится. Сейчас. x и плюс 1. Что? Когда n бесконечностью стремится. Да, да. Мы сейчас увидим, что нам понадобится нейрон всей с огромным количеством нейронов в середине. Но мы пока с теоретической точки зрения смотрим. Понятно, да? Мы разбиваем много отрезков и говорим, что это сумма, индикатор того, что текущая точка впадает в этот отрезок. У нас, значит, одно слагаемое только будет как бы не нулевым. Значение в центре этого столбика. Это более-менее хорошее приближение. Да, но это не равно, примерно равно. Хорошо. Можем ли мы нейронной сетью получить вот такую функцию? Ну, смотрите. Вот это вроде выглядит довольно просто. Да? Берем здесь единичные веса. Суммируем. Получаем один выход. Теперь нам нужны столбики. Как мы можем получить столбик? Мы можем подобрать такие веса, чтобы... Мы подаем на вход х, а на выходе получаем f от х, который выглядит как какой-нибудь такой столбик. с центром, скажем, ну, с левым концом в точке а, правым концом а плюс h, и высотой к какой-нибудь, ну, скажем, b. Да? Ну, зачем там индикаторная функция, если х всегда попадает на катастрофе? Или я что-то не знаю? То есть, х принадлежит отрезку, вот вы разбили на отрезку, правильно? И вы говорите, что какая-то индикаторная функция уже принадлежит. Вот это. А, то есть это как функция? Это мы говорим, что у нас функция, это на самом деле сумма кусочных постоянных функций. То есть здесь мы приближаем небольшими такими ступеньками. Ну, и суммарно при достаточно маленьком размере шага мы получим как раз гладкую функцию, кто нас интересует. Чтобы получить такую ступеньку, нам надо взять значение этой ступеньки и намножить на индикатор того, что мы попадаем в текущий регион. И поэтому мы как бы суммируем значения, умноженные на индикатор того, что мы попадаем в текущую область. Ну, типа, просто нельзя просто суммируть значение функции. Так, ну, в смысле, вот так. Мы так говорим, я все хочу. Да, там просто суммируем. А нас интересует... Нам надо как бы приблизить текущую функцию при помощи небольших ступенечек. У вас получается в числе дизайнер, у вас крыжочек, у тебя будет функция приближаться значением середины этого столбика. А это написать формально. То есть будет много точек, правильно? Ну, давайте на примере просто сделаем. Смотрите, у нас есть какая-то вот такая функция. Мы берем значение в центре, вот, допустим, здесь. Давайте нарисуем. Вот здесь, допустим, у нас значение единицы, здесь значение, там, 0,5. И мы говорим, что у нас функция должна выглядеть примерно так. Окей? Тогда мы говорим, что вот эта функция f примерно равна чему? Единица умножить на индикатор того, что мы попадаем в отрезок от 0 до 0,5. Сейчас давайте обратно напишем. Индикатор того, что x принадлежит отрезку от 0 до 0,5. Плюс 0,5 умножим на индикатор того, что x принадлежит отрезку от 0,5 до 1. Ну, здесь надо выколоть, чтобы мы два раза мы ту же точку не считали. 0,5 до 1. Так, если у нас x равен, там, 0,2, допустим, что произойдет? Получим единицу, а вот этот индикатор будет равен 0, и мы получим единицу. То есть вот в этой формуле как раз все столбцы, кроме одного, занулятся, и останется только тот, который соответствует правильному столбцу. И мы как раз получим значение в той точке. Окей? Можно просто, правильно? Я понимаю, что он будет для любого уникса, как вы уже можете писать, потому что если мы возьмем какие-то две точки, которые находятся в одном в нашем сегменте, например, между x и x и x, то там, какие-то еще точки, там у нас когда непрерывная, вот, то, ну, непримерно непрерывная, да? Так, да. А документ, то тоже, например, время непрерывной, значит, мы можем взять сколько угодно точек между x и x, и все, наверное. Да, вот, то есть все, по-моему, в присутствии неправильной, не хочу сделать. Да, но мы можем устримить n к бесконечности. И чем больше n, тем более хорошо мы приближаем. Ну, как бы вот, когда говорится о равноверном приближении, как раз имеется в виду, что вы как-то ошибаетесь, но в целом не очень сильно. И как раз, чем больше вас интересует точность, чем больше, более точно хотите приближать вашу функцию, тем более мелкое разбиение нам нужно. Окей, давайте вернемся к нашей задаче. Мы говорили о том, что вот эту сумму получить просто. Нам надо получить функцию, которая принимает на вход x и возвращает на выходе функцию, которая выглядит как столбик в правильном центре. То есть от а до а плюс h высоты b. И у нас есть операция только брать вход, ну, то есть то, что мы описали, там омега и x плюс b и от него сегмойда. Да. На самом деле у нас есть такая нейронная сеть, типа у нас есть один вход, на это не смотрим, есть какие-то веса, используя их мы получаем какие-то пронежуточные значения, которые потом передаем на выход еще одному нейрону, который уже собирает суммарную информацию. Там же выход всегда у меня дает умикс получается. Резонно. Давайте считать, что… Столбик должен быть любой высоты. Да. Ну, выхода 2. Либо мы говорим, что у нас функция от 0 до 1, либо говорим, что на последнем выходе мы не применяем сегмоиду. Ну, то есть просто здесь как-то просто суммировали и все. Ну, давайте считать, что мы не применяем сегмоиду, мне в целом тут без разницы. Так, хорошо. Как мы можем получить столбик? На самом деле столбик – это усреднение двух пороговых функций. Если мы возьмем… Какой столбик не может, все заставить. Так. Да, давайте я все сотру, и мы аккуратно сейчас все выведем. Вот эту форму главное запомнить. Надо взять две индикации и x больше, как равно a. Так. f, x меньше, как равно a плюс h, и дальше взять их сумму. Ну, полусумму. Полусумму, да. И намножить на b. Да. Правильно. Так. На ищут у нас есть функция. Мы говорим, что давайте возьмем вот такую функцию. То есть индикатор того, что x больше a. Вот это у нас a плюс h. Возьмем индикаторную функцию, которая выглядит вот так. В другую сторону, да, давайте сделаем. И потом от них не получилось. Ну, тут как бы несколько вариантов есть. Да, хорошо. Надо получить, то есть столбик от a до a плюс h, или что за столбик? Да, от a до a плюс h, и высоты b надо получить. Потом мы их просуммируем, получим функцию. Так. Как вы предлагаете сделать? Вот так. x меньше, не равен a, и x больше, не равен a плюс h. Это две индикаторные функции мы делаем. x больше. Затем их усоединил, и их отнимут от единицы. Да. x больше либо равно a плюс h. 1 минус 1 вторая. Здесь тоже. Да, вот так количество. Что, мне кажется, можно проще? Например, если мы возьмем... Ну, ладно. Давайте так. Ну, это как бы... Да. Понятно, что мы получили? У нас есть такая функция. Вот такая. Так, если мы возьмем... Да, мы должны получить ноль. Так. Тогда мы здесь получаем 2, да? Вот здесь нули. Нет, нет, там мы получаем единицы, а там нули. Сейчас. Да, согласен. Окей. Вот так выглядит. Теперь умножаем на b. И получили столько, которое нас интересовало. Так. Сколько нам нужно для этого нейронов? Как вообще будет выглядеть нейронная сеть? Вот у нас есть х. Вот при помощи этого индикатора мы получаем здесь индикатор того, что х меньше либо равно а. Сюда идем. Здесь получаем индикатор того, что х больше либо равен а плюс h. Дальше все это суммируем, подаем на выход. Получили один столбик. Как получить второй столбик? Ну, который будет там где-то в другом месте. Например, от а плюс h до а плюс 2h. Да. Ну, либо мы можем переиспользовать один индикатор, но чтобы сейчас не заморачиваться, давайте еще возьмем два нейрона. И как-то просуммируем. Получим выход. Дальше можем все это сложить вместе. И получим функцию, которая нас интересовала. Но почему-то у нас получилось два скрытых слоя, а хотелось бы один. Где мы делаем лишнюю операцию? Сложение поддельности. Да. Правильно. То есть вот этот нам нейрон не нужен. Мы можем сложить сразу же все. Как так будет выглядеть нейронная сеть? Как индикаторы моделировать мы уже научились, когда говорили о конъюнкции и дизъюнкции. Примерно понятно доказательство? То есть фактически что мы поняли? Если у нас есть нейронная сеть с одним скрытым слоем, мы можем более-менее хорошо приблизить любую функцию. То есть нам никакие алгоритмы машинного обучения, о которых мы говорили в прошлом семестре, не нужны. Нам нужна только одна нейронная сеть с одним слоем. Все казалось бы хорошо. Но как я говорил, я в следующий семинар буду часть того, что так не надо делать. Хорошо, у нас есть какая-то функция. Мы сейчас ручками выставили какие-то веса. Но каждый раз делать это довольно сложно. Давайте подумаем, как мы можем это делать автоматически. Ну, как любят делать в машинном обучении. Давайте возьмем какую-нибудь функцию, которая будет оценивать наше качество, насколько мы хорошо приближаем правильную функцию, и будем ее оптимизировать. Оптимизировать, подбирая правильные веса. Собственно, вот это наш дальнейший план. Сначала выбираем какую-то функцию, какую-то меру качества, и потом мы ее оптимизируем по весам и смещениям. Ну, какие мы знаем задачи машинного обучения? У нас есть классификация регрессия, да? В регрессии у нас какая-то непрерывная метка. У нас есть выборка объекта. Каждому объекту известна какая-то непрерывная метка. И мы хотим померить качество. Ну, как можем это сделать? Ну, самое простое, это тоже, чем все знакомы, это min squared error. Мы можем взять ошибку. То есть, насколько мы ошиблись, если наша нейронная сеть предсказала y, а правильная метка t, можно взять эту разность и ввести в квадрат. Получили какую-то метрику от нуля до плюс бесконечности. Ноль означает, что мы идеально все предсказали. Бесконечности ожидает, что там очень плохо предсказали. Ну, где-то посередине, это ваша нейронная сеть. Ну, окей, почему квадрат? Можно брать там модули, можно брать какие-нибудь свои функции, можно их самому придумывать. Например, можно сказать, что за перепрогноз перепрогноз мы штрафуем не так же, как за недопрогноз. Например, у нас задача такая, предсказать, сколько надо там купить товара, если мы в магазин. Если мы сделаем недопрогноз, то покупатели все разберут, придут в магазин и, ну, ничего не идут, уйдут обижены, мы потеряем клиента. Тогда получается, что перепрогноз дороже, чем недопрогноз. Наоборот, недопрогноз дороже, чем перепрогноз. Ну, потому что если будет перепрогноз, то что произойдет? Слишком много товара, но там будет пылиться, но клиента мы не потеряем. Лучше мы потеряем там несколько лишних печенек с полок, чем клиенту. Вот, соответственно, можете какую-нибудь такую функцию придумать. Ну, и дальше у вас уже ограничат только фантазии. То есть, внестика в зависимости от задачи? Да. Ну, а дефолт на МСЕ. То есть, если вы не хотите пока разбирать задачи, или там какую-нибудь первую черновую модель хотите сделать, для регрессии вы можете взять, например, МСЕ. Так, классификация. В классификации вы хотите предсказать какой-то класс объекта. Допустим, если вы берете цифру рукописную, вы хотите предсказать, какую цифру написал человеку. 0, 1, 2, так далее, 9. Какую функцию потерь можно сделать? Ну, например, можно взять так называемый логарифт в подобии. Он будет выглядеть так, сейчас мы поймем, почему. Кто помнит, что такое правдоподобие? Вероятность выборки при условии весов, да, правдоподобие. Что это такое? Это произведение по всем объектам. Вероятность этого объекта при условии весов. Мы считаем, что у нас все объекты как бы независимо приходят, поэтому мы можем так расписать. Так, а чему равняется вероятность… Я хрень не пишу. Да, мы занимаемся задачей классификации. Вероятность y при условии x и весов. y и т при условии и этого объекта и весов. Окей. Фактически вот эта штука должна равняться вероятности правильного класса, так, при условии выхода алгоритма. Выход алгоритма — это p за какой-то класс. И можем написать прирождение по всем классам. Вероятность класса c в степени индикатора того, что it-класс на самом деле равен c. Так, понятно, что я записал? А где условия эфициента? Да, pc — это предсказание вашей нейронной сети на объекте x и это. Давайте вот так. В условии омега. Ну да, ну можем написать, скажем… Ну надо куда-нибудь написать омега, давайте сверху напишем, что у нас нейросеть параметризуется весами омега. А почему это произойдет? То есть и и кит равно сет, почему там вообще? Индикатор, сейчас, смотрите. Вам надо написать вероятность того, что у вас метка и того объекта — это y кит. Так? А, нет, я не понимаю. Сейчас. Давайте так. Ладно, вы считаете, предуподобие вероятность ваших меток при условии ваших данных и с кем-то весами у вас нейросеть. Вы говорите, что у вас все объекты независимы, поэтому вы можете это записать как произведение вероятности y для текущего класса, ну, для текущего объекта при условии текущей точки, вашей x и t, и с параметрами. Вот эта штука, мы ее можем записать как произведение по всем классам c от 1 до c большого. Вероятность y, c, t при условии x и t, v в степени индикатора того, что y и t равно y... Так, сейчас, все. Ведь у нас y был в самом начале, ну, то есть, мы хотим вычислить вероятность y как в условии тесов и кризисов и начальных данных. А у нас потом в произведении и ты y по x. Не понял, еще раз. А вообще y это не так? Ну, смотрите, да, когда мы говорим о y и x, большими буквами, давайте вот так напишем тогда, да, это вся ваша обучающая выборка. А где в правой части y с штрихом? Штрихом? Да, просто, ну, с крышкой. Нет, смотрите, давайте последовательно. У нас есть выборка. Пар x1, y1, x2, y2, x3, y3 и так далее. Так? Вот все x мы обозначим за x большое, все y обозначим за y. С крышкой, правильно? Ну, с крышкой, да. Окей? Мы считаем, что все эти объекты независимые от нам приходили, поэтому вот этот вероятность можно описать как произведение по объектам. Вероятность правильной метки при условии текущего x. Дальше. Чисто формально можем это записать через индикаторную аннотацию. Мы можем написать произведение по всем классам, вероятность текущего класса при условии текущей точки в степени индикатора того, что, ну, как бы, c равен y ито. То есть все множественные, кроме правильного, будут равны единице. То есть что-то в степени 0 это единица. И останется только как раз множитель p, y ито при условии x ито и параметры. Окей? Так. Хорошо. Так. Собственно, то, что мы сделали здесь. Мы говорим, что… Непонятно, мы с нейросеть. Да, 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 я понял. Что такое p от c при условии x ито v? Ну, это у нас есть нейросеть. Давайте там Neural Network. Мы подаем ей на вход x и t. Она возвращает c выходов. Давайте их обозначим p1, p2 и так далее. p, c большое. Ну, количество классов. Если мы классифицируем цифры, то там c равно 10, у нас здесь классов. И мы требуем, что если все значения суммируют в единицу. Чтобы они что-то делали? Суммируют в единицу. Ну, это как бы вероятность. Нейросеть как бы голосует за каждый класс. То есть, например, если она выдаст p первое равно единице, а все остальные нули, значит, что сеть абсолютно верна в том, что объект принадлежит первому классу. Так. Ну, и мы хотим максимизировать правдоподобие. Давайте возьмем и прологарифмируем. Вот это довольно стандартный трюк статистики. Когда у вас есть произведение довольно большого количества множеств, вы можете прологарифмировать. И положение максимума от этого не изменится. Так, произведение у нас превращается в сумму. Мы получаем сумму c от единицы до c большого. Индикатор того, что c равен y и t логарифм p от c при условии x и t омега. Ну, и фактически это выход нейронной сети. Мы получили loss или score. Ладно. Лoss, если мы... Нет, сейчас. Мы, правдоподобие хотим максимизировать, если мы нам нужно уменьшить единицу, получим функцию, которую мы хотим минимизировать. То есть loss, то есть наши потери от неправильного предсказания. И вот эта функция называется negative, потому что мы уменьшили единицу, домножили, log, потому что мы взяли логарифм лайкли, потому что от правдоподобия. Отрицательный логарифм правдоподобия. Вот, получили как раз вот эту функцию. Ладно, вот смотрите, для регрессии у нас есть MSE, например, для классификации мы можем максимизировать логарифм правдоподобия. Ну, или минимизировать отрицательный логарифм правдоподобия. Хорошо. Ну, вот как раз наша какая-то метрика качества. Я сказал, что мы должны сделать так, чтобы нейронная сеть на выходе выдавала такие значения, чтобы они суммирулись в единицу. Как можем этого добиться? Ну, softmax можно взять. Да. Мы можем взять softmax. То есть, фактически, мы пропускаем выходы нейронной сети, которые не обязательно суммируются в единицу. Допустим, у них будет там y1, так далее, yc. Через такую функцию. Во-первых, нам нужно, чтобы все значения были неотрицательные. Поэтому мы можем взять e в степени y. Получили какие-то неотрицательные значения. А потом можем просто пронормировать. и тогда все значения будут суммироваться в единицу. И мы получим вероятность этого класса. Это мы можем делать для большого числа классов, но в случае бинарной классификации нам не имеет смысла сделать два выхода у нейронной сети. Так как фактически, если мы знаем один, то второй из них равен один минус значение голоса за первый класс. В таком случае мы можем переписать логарифик родоподобия как t, то есть таргет 0 или 1, на голос за первый класс плюс 1 минус t за голос за нулевой класс. Фактически нам нужен только один выход в нейронной сети. Ну давайте так. Можете привести какой-нибудь пример задачи бинарной классификации? У вас два класса. Ну например, у вас есть картинка, там фотография человека, надо классифицировать холл. Допустим, ладно, не буду говорить, что у нас будет первым классом нулевым. Ладно. Хорошо. Да. Сейчас. Смотрите, у вас есть нейронная сеть, которая принимает на вход объектом x и t. На выходе выдаёт вектор y, y1 и так далее, yc. Они не обязательно фумируют свою единицу, они могут быть отрицательными какими угодно. И вот в самой нейресте есть параметры, которые мы называем омега. Это веса и смещение у каждого нейрона. Потом вы просто делаете какое-то дополнительное преобразование, которое называет softmax. В нём уже параметров нет. И на выходе вы получаете опять же вектор, но все его компоненты неотрясательно фумируются в единицу. То есть фактически это распределение вероятности по классам. То есть здесь голосуют за разные классы. Окей. Теперь у нас есть какая-то функция loss и у нас есть нейронная сеть. Мы можем представить как последовательность каких-то блоков. Каждый блок это какое-то преобразование. например первый блок это может быть линейный слой который выглядит следующим образом. У вас есть x как мы делали раньше с одним нейроном. Мы нажали его скалярно на вектор весов прибавляли какое-то смещение и пропускали через сигмоиду. Теперь представьте что у нас несколько выходов. то есть у нас есть несколько x у нас есть несколько y каждый y получается по такой формуле. Допустим этот y будет равен сигма от v1 транспонированной x плюс b первое второй нейрон будет выдавать сигма от v2 транспонированной x плюс b второе и так далее. Мы можем это все записать в векторном виде. давайте возьмем все w и составим из них матрицу. То есть у вас раньше было v первое v второе v там какой-нибудь kt выберите и слопайте в одну матрицу w большая. Какие у нее будут размерности? вот если здесь было k нейронов а здесь n какая размерность будет у матрицы w? n на k вектора вектора которым мы подаем на вход сети размеры соответственно n значит чтобы получить y мы берем поэлемент на сигмоиду от произведения чего на чего w транспонированная на x ok что мы получили мы получили запись всего этого преобразования одной строчкой так да еще можем взять все b можем из них составить вектор слабец прибавить b и получим то что нам нужно ok и это какой-то строительный элемент у него есть два параметра размер входа размер выхода поскольку мы задали размер входа и размер выхода у нас получается нейронная сеть один блок нейронной сети с обучаемыми параметрами w и b их мы будем рисовать такими зелеными прямоугольничками и говорить что это первый блок у него есть параметр w1 ну условно включаем туда смещение тоже мы можем их мы можем соединять друг за другом в цепочке мы можем соединять их друг за другом в ветвящиеся структуры например мы можем отвести сюда блок потом сделать несколько преобразований и потом объединить в игре там например просуммировать тут уже все зависит от вашей фантазии мы будем обсуждать какие-то best practices по построению нейронных сетей пока на сегодняшнем занятии будем говорить только о полносвязанных нейронных сетях когда каждый блок это вот такое преобразование и мы их выстраиваем друг за другом такие сети называются многослойными перцептронами ну и сокращенно multilayer перцептрон mlp соответственно для такой диаграммы значением выхода будет что мы применяем сначала f1 ко входу применяем f2 f3 получили композицию теперь у нас есть loss который мы хотим минимизировать мы хотим здесь минимум должен быть мы хотим минимизировать разницу между нашим предсказанием который учитывается по этой формуле и правильным значением как мы умеем минимизировать функции мы умеем минимизировать функции градиентом с в узком правильно то есть фактически мы начинаем с какого-начального приближения мы берем все веса каким-то образом их инициализируем например мы можем все w и то все вот эти матрицы задать при помощи сэмплов с нормального сопределения то есть просто фактически какие-то случайные числа смещение например задать нулями может как-то по-другому и потом пока мы не сошлись мы вычисляем градиент нашей функции потерь по весам то есть фактически надо продифференцировать функцию по каждому весу и значение нового значения весов вычитается как предыдущее значение весов минус какой-то коэффициент на градиент то есть смотрите градиент это направление скорейшего роста минус градиент направление скорейшего спуска и вы двигаетесь в этом направлении с каким-то шагом у нас будет отдельная лекция по методам оптимизации где мы рассмотрим другие методы оптимизации более подробно и про градиентный спуск более подробно поговорим но пока можно считать что у нас есть вот такой метод когда мы идем по направлению антиградиент нет это начальное приближение то есть смотри если у нас градиент по битуму будет не нулевым то мы фактически обновим и сдвинем и потом уже после первого шага они не будут все нулевые что? из-за чего? на самом деле мы сейчас рассматриваем любые такие графы да так да у метода градиентного спуска есть проблема что вообще наверное стоит все-таки один раз нарисовать представь представь что я рисую линии уровня одной функции да то есть мы оптимизируем что-то такое мы начинаем с этой точки считаем градиент в какую сторону будет направлен градиент перпендикулярно ну да перпендикулярные линии уровня а почему ну да иначе мы могли если бы не перпендикулярно то мы могли бы как бы сдвинуться в направлении окей идем сюда отсюда сюда и так постепенно сходимся это есть у нас один локальный минимум если у нас локальных минимумов несколько допустим такая функция мы начнем с какой-то точки будем постепенно двигаться ну например отсюда у нас градиент отрицательный мы прыгнем сюда отсюда градиент положительно прыгнем сюда и так постепенно сойдемся к локальному минимуму да но на самом деле мы ничего кроме сходимости к локальному минимуму не можем гарантировать потому что функция может быть сколько угодно сложной и единственный хороший метод это запустить из разных начальных приближений и выбрать наилучшее то есть то у кого значение функции будет минимальное то есть запустить отсюда сошли сюда запустили отсюда сошли сюда запустили скажем отсюда сошли сюда и наилучшим начальным приближением было вот это наилучшая точка до которой мы смогли достигнуть это вот это а нельзя просто взять функцию опоксимировать такой чтобы набор имел трехвативный вот так это очень зависит от свойств функции ну то есть сейчас каким образом предлагаете это сделать образы я пока никакой не прилагаю просто взятие как-нибудь ну это не образы а просто интеллия есть функцию которая может быть несколько локальных принимать а то у которых только один локальный сейчас вообще нет не совсем вот у такой функции если ее рассматривать как функция зависящая от y ну это парабола там один локальный минимум но когда мы считаем вот эту штуку у нее может сколько локальных минимумов то есть фактически когда мы строим нейросеть это очень страшная функция в которой надо найти минимум это ранее сложная задача и по факту все методы оптимизации именно работают на то чтобы найти хотя бы какой-нибудь локальный минимум про глобальный мы ничего не можем сказать уже то есть мы будем говорить на одной из лекций о том как выбрать хорошее начальное приближение чтобы нейросеть более-менее чему-то хорошему сошлась пока мы говорим о том что ну давайте юристически просто веса будем стандартно нормальным инициализировать с нулевым средним и дисперсией 0.1 а смещение нулем но потом мы поговорим о том как можно делать это гораздо лучше да я ушел от ответа есть такая штука как байфская оптимизация в которой вы как раз приближаете функции какой-то более-менее хорошей другой функции и оптимизируйте ее ну 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 это сложно сделать допустим если у вас функция не выпуклая там что-нибудь такое и вообще может быть неограниченная там это реально сложная задача ладно мы об этом всем поговорим на лекции по оптимизации по-моему пятая лекция или шестая там мы рассмотрим много методов и будем их сравнивать давайте все-таки продолжим все-таки мы у нас есть лосс это норма y-t в квадрате то есть фактически квадратичное отклонение а y вычитается по такой сложной формуле как продифференцировать y как продифференцировать лосс по v3 да так это будет значит производная сегмоид от этого всего на производную вот эту вещь ну допустим мы сейчас работаем с одномерными функциями чтобы сейчас все было супер просто то есть у нас x скаляр все это скаляры тогда чему будет равнопроизводная функция которая под сегмоидой стоит ну да умножь на вот это что будет для v2 уже сложнее так это что будет это будет v3 на производную еще одной сигмоиды на производную то что скок ох и чем сильнее у нас будет увеличиваться функция тем сложнее будет выписать градиент для функции потерь и поэтому есть очень простой трюк который называется chain rule а любитель нейронных сеть называют его обратным распространением ошибки и он устроен на самом деле супер просто это динамическое программирование все знают что такое динамическое программирование вот у вас есть несколько модулей которые мы соединяем в нейронную сеть подряд мы хотим вычитать градиент давайте сделаем так начнем решать задачу с середины как это делать в динамическом программировании вот у нас есть какой-то производительный блок давайте предположим что каким-то образом нам следующие слои смогли вычитать производную функции потерь по выходу нейронной сети так dL по dy тогда если наш блок каким-то образом имея представление что такое x чему равен x чему равен y чему равен dL по dy должна вычислить dL по dx если она сможет это сделать то что мы можем выстроить цепочку дойти до конца последний блок нам вернет dL по dy и мы его пропустим через всю цепочку обратно все больше ничего сложного нет одна еще деталь у нас есть параметры все-таки значит нам лучше градиент функции потерь по параметрам давайте его добавим то есть у нас такая картинка которая буду сейчас показывать в курсе у нас есть входные данные мы по ним вычисляем y это прямой проход фактически на обратном проходе нам следующий слой возвращает dLpd y и используя его мы каким-то образом мы должны вычислить dLpdv и dLpdx и тогда это все заработает в прямом проходе и в обратном их можно будет соединять и фактически в задании на семинаре мы будем пробовать реализовать вот такой pipeline для различных функций например для линейной то есть если у вас y равен v транспонировано на x очень просто у нас есть x, y надо вычислить как-то dLpdx и dLpdv как это сделать? очень очень просто чему равен dLpdx dLpdy dY dLpdx согласны? dLpdx dX ну типа сокращается так не все правильно с решением математики но идейно так dLpdx равен dLpdy на dYpdx ну это на слайде даже есть а dLpdv можно как вычислить ну таким же образом да dLpdy а мы его знаем от следующего блока согласны? умножить на dYpdv а что такое dYpdv как вычислить? от чего он зависит? он зависит от других модулей которые где-то присоединены фактически да dYpdv это производная самой функция которая заключена в этом блоке поэтому фактически мы как можем их инкапсулировать у нас вот есть такие независимые блоки которые мы друг с другом соединяем и они как бы получают информацию от других блоков dLpdy а все остальное уже мы можем вычислить на три функции производную вот этой функции по весам и производную функции по входу это для одного блока то есть фактически мы делаем сейчас какие-то такие строительные блоки с которых мы потом которые можно соединять в сеть каждый блок устроен таким образом он принимает на вход X делает какое-то преобразование получает Y потом нужно как-то сделать градиент и чтобы это все можно было друг с другом стыковать мы решили договориться что каждый блок будет возвращать нам dL по d входу тогда как бы откатываемся в цепочке на один блок назад предыдущий блок получает dLpdy производную функцию потерь по выходу и он ее распространяет на шаг назад получает dLpdx и так мы можем откатиться до самого первого блока у меня даже есть картинка вот такая мы откатываемся за первого блока и еще параллельно вычисляем dL по параметрам да если мы сможем почитать градиент мы делаем градиентный спуск и надеемся лучше на то что он в какой-то момент сойдется так еще вопросы по градиентному спуску и по алгоритм обратного распространения ошибки так окей вот это полезная картинка мы будем на нее опираться весь курс так строительные блоки вот эти самые зеленые крокодилы которые надо все-таки написать линейный слой сигмоиды мы раньше писали как один блок но зачем давайте делать все максимально просто один блок домножает на матрицу и управляет какое-то смещение второй блок вычисляет сигмоиды ну еще мы говорили о софтмаксе давайте у нас будет еще блок который вычисляет софтмакс так теперь я вас где-то обманул на вот этой картинке когда сказал что все работает где вот это forward pass мы как бы идем вперед по сети от входа к выходу а это backward pass то есть обратное как бы распространение ошибки ну если мы аккуратно выпишем градиенты там будет зависеть от ошибки и как бы мы ошибку будем распространять обратно сейчас это называется дифференцированием по графам вычислений но исторически так скажу что это называется обратное распространение ошибки ну короче короткий ответ что если мы аккуратно все распишем то там будет как раз выглядит как будто мы распространяем ошибку то есть отслой вносит говорит что вот для того чтобы оптимизировать функцию мы надо нанести какое-то изменение и фактически мы до этого создавали какую-то ошибку и ее будем постепенно распространять обратно а ну это не то в чем я вас обманул ну смотрите я вам сказал каждый слой принимает на вход на обратном шаге DLPDY так вообще DLPDX все хорошо работает но вот здесь ничего не работает потому что ну это же откуда надо взять откуда у нас же есть loss функция так да если она зависит только от выхода из сети то мы можем легко получить да по факту последний выход то есть если последним блоком будет как раз loss функция Y равен L и DLPDL равен единице то есть последнее вот это значение будет единичное и мы сможем все распространить окей все нет это в абсолютно общем случае последний слой берет например Y вычитает T возводит в квадрат и получил loss и фактически Y для последнего слоя который считает ошибку равен L равен нашей функции ошибок и тогда градиент функции ошибок по ней само это единица ну там единичный вектор зависит от того что мы оптимизируем то есть вот эту штуку мы знаем для последнего слоя так как Y совпадает с L и можем все распространить по вот этой цепочке так нет сейчас это Кузьма Храбров второй лектор смотрите вы сначала делаете какие-то преобразования последний слой это вычтение ошибки то есть как он будет устроен давайте его нарисуем то есть у вас есть какая-то нейронная сеть дальше вы на вход подаете Y которые вам которые получились последнего слоя нейронной сети также вы подаете правильный ответ то есть вот правильный ответ вот то что вы предсказали внутри вы вычисляете L равное допустим ошибке среднеквадратичной и выходом этого блока будет L у нас фактически можно сказать что у нас соглашение что предпоследний слой это функция которые мы ищем значение а последний слой это значение ошибки а разве последний слой это то что уже на выходе а на выходе разве не ответ должен быть на дубрик да ответ но теперь можем добавить ну тут можно по разному интерпретировать можно считать что вот у нас нейронная сеть которая вернула Y потом мы ее как-то отдельно считаем как loss-функция то есть можем loss-функцию фактически не включать в саму нейронную сеть мы вычислили loss продифференцировали его по Y и прицепили сюда но это получается что у нас как бы есть две разные сущности как бы нейронной сети loss но фактически мы можем их считать как одну сущность если говорим что loss это фактически очередной модуль который возвращает как бы loss и его градиент уже равен как бы по градиент loss по входу равен вот как раз L под Y так так ну теперь последнее слое да ну это вложение ну вопрос вот один ответ подаем на нем то есть а вот с остальными что делаем можно говорить что это один объект а можно сказать что это все объекты сразу все объекты можно передавать да что тогда будет ну давайте для линейного слоя тогда у нас X будет там большим X да и на выходе мы получим матрицу размерности размер выходного слоя на количество объектов здесь поэлементно применяем каждому каждой ячейки матрицы тоже получаем как все нормально работает здесь договариваемся что применяем softmax независимо для каждого объекта и там можем сразу же все объекты пропустить через нейронную сеть окей так когда мы реализуем вычтение градиент когда мы реализуем алгоритм обратного вычтения ошибки мы очень часто багаем и очень многие из вас столкнутся с тем что вроде все работает но по факту градиент неправильный и поэтому есть очень простой метод как можно проверить правильно ли вы реализовали вычтение градиента то есть по факту правильно ли вы реализовали вот этот шаг что dl по dv равен dl по dy dy по dv и то же самое для x здесь можно наблагать очень простой способ называется численный градиент вы можете численный градиент почитать следующим образом он примерно равен вы встаете в какую-то точку отступаете от нее на эпсилон справа на эпсилон влево и здесь на 2 ипсилон то есть что это такое если я же мне релертом метод то я же градиент буду сразу вычислить ну то есть я спектр пропугейшн да но вам надо заходить и вы часто багаете и чтобы избежать багов очень рекомендуется реализовывать градиент чекинг когда вы сравниваете тот градиент который вам возвращает ваша функция и численно почитанный это не будет точно совпадать с вашим градиентом если вы будете его использовать для вычисления для градиентного спуска то он будет работать гораздо хуже и после этого будет работать гораздо медлеем поскольку надо сделать такую операцию для каждого веса независимо это вам будет обратиться к функции L а это фактически вам надо пропустить ваши данные через всю нейронную сеть столько раз сколько у вас параметров еще и надо потому что вы как бы плюс-эпсон, минус-эпсон делаете, это огромное число. Ну, соответственно, вот у вас есть какая-то функция, вы идете на l вправо, получаете какую-то такую точку, идете на l влево и говорите, что градиент примерно равен вот этой кривой. Пропускаете его через две точки прямую и говорите, что у вас градиент примерно такой. Чем меньше ε, тем точнее мы приблизим нашу функцию. Согласны? Если ε стремится к нулю, мы как раз получим производную. Ну, помните, да, там производная — это предел… Это верно, если мы точно считаем. Это вообще неустойчиво даже разница. Так, разумеется. Да, ну да, действительно, можно нарисовать красивую картинку, что вот у вас ε, если у вас ε очень большой, это у вас огромная ошибка, понятно почему. То есть взяли ε сюда, сюда, ну вообще не похоже на производную. Такие огромные ошибки. Потом мы уменьшаем ε, у вас постепенно ошибка падает. Но в какой-то момент, если вы возьмете ε слишком маленьким, вы будете там делить на очень маленькие числа, появляться на очень маленькие числа, и это будет вносить численные неустойчивости. И начиная с какого-то момента у вас ошибка начнет расти. И фактически у вас есть цель найти какой-то хороший ε, там, например, 10 минус 7 на практике. Окей? Так. Можно область. А вот, например, вот с правилом банка по поверьшим, почему ты слышал про то, что у нас архитектура неравности так, правильно? Ну, почему мы так, друзья? Потому что мы можем по блокам расписать, да, вот, по каждому. Ну, каждому. Правильно? То есть так бы мы считали, как GM, по сути, как это считается. Ну, просто из архитектуры, правильно? В каком-то плане да, но вот эта штука довольно общая. То есть, смотрите, представьте, что у вас есть граф. У него есть какие-то начальные вершины, это ваши переменные, x. И потом вы применяете какие-то операции к ним. То есть, допустим, вот у вас есть x, 1, x, 2. Вы можете применить к x1, например, функцию f. К x2 можете применить функцию g. Дальше вы можете, например, просуммировать. Потом еще что-то сделать. И вы можете выстроить ваш граф вычислений, все преобразования, которые вы делаете с входом, чтобы получить выход вот таким образом. И фактически, если каждый блок подчиняется… Ну, условно, у вас есть базовый класс, там слой. У него есть функция forward pass, которая делает вот так, backward pass, которая делает вот так. И если у вас каждый элемент подчиняется такой диссигнатуре, то вы можете обучать любой граф вычислений. Про циклический граф мы поговорим как раз на следующую лекцию. И вообще про любые графы, про ветвящееся, как угодно мы можем. Мы можем, например, что делать, если мы одну и ту же функцию применяем в двух разных местах? То есть фактически у вас как бы здесь градиент, здесь градиент. Если вы здесь посчитаете градиент по W обновите, здесь какой-нибудь градиент по W посчитаете обновите, но это будет неправильно. Потому что фактически один и тот же блок. Что делать с таким? И вообще для любых архитектур мы будем обсуждать на следующем занятии. А сейчас немножко развлекательная вещь про то, где применяются нейронные сети. Во-первых, распознавание всего, что как возможно. Картинки, рукописный текст, звук. На всем этом нейронные сети сейчас лидируют. Машинный перевод, компьютерные игры, настольные игры. Везде нейронные сети рвут огромное количество других алгоритмов машинного обучения. Распознание рукописных цифр. Игра AlphaGo. Неронная сеть недавно победила чемпиона мира по AlphaGo. Go нам не очень интересно, потому что мы не играем в Go. Ну, по крайней мере, я лично не играю. Но в целом считается, что эта игра гораздо сложнее, чем шахматы. И долгое время компьютеры не могли победить в этой игре. Ну, возможно, вам будет интереснее то, что компьютеры в Dota чемпиона мира победили недавно. Распознавание изображений в каком-то плане это довольно интересная задача. Например, здесь показан датасет ImageNet, где есть тысячи классов. Там есть десятки различных пород собак, десятки различных пород кошек, разные автомобили. И нейронная сеть справляется с тем, чтобы понимать, что находится на изображении. Какой объект из этих тысячи классов присутствует? Скачать. Что? Скачать. 0,998. То есть прям реально нейронная сеть уверена в том, что здесь находится человек. Здесь находится торт, здесь находится нож, еще один нож. Кстати, здесь, по-моему, вилка была. Но тут не видно, что она находится за бокалом. То есть фактически нейронная сеть ошиблась, но видно, что она здесь предсказывает 0,685. То есть она уже не так уверена в своем предсказании. То есть она действительно похожа на кое-столовый прибор, но была точная ошибка. Люди, люди, лампы. Ну, в общем, локализация. А OpenCV тоже наняли сеть? Не совсем. Я знаю, что там есть детекторы ЛИС, которые работают на вивлетах. Да, там вивлеты. Там немножко другое. Но они работают значительно хуже, чем нейронная сеть на этой же задаче. Но тут надо понимать, что хуже смотря в чем. С точки зрения качества, насколько там точно ваш алгоритм предсказывает положение лица и наличие его или отсутствие, нейронная сеть гораздо лучше вивлетов, но работают значительно медленнее. И вам нужно соответствующее оборудование. То есть на Raspberry Pi вы вряд ли запустите нейронную сеть большую. Вам гораздо проще будет запустить вивлет. Но об этом тоже поговорим на одной из следующих лекций. Перенос стиля. У вас есть изображение. Например, здесь у нас есть домики. И есть какая-нибудь известная картина. Например, Starry Night Ван Гога. И вы хотите перенести стиль, в котором рисовал художник, на эту фотографию. И вот давайте я приближу. Например, получается что-нибудь такое. И у нас будет отдельная лекция, которая посвящена этому методу. Вышло очень много приложений, которые делают такое преобразование призма, артиста и многие другие. Игры. Я уже упомянул AlphaGo, но есть еще огромный сборник игр Atari. В которых нейронная сеть реально сильно выигрывает людей. Например, в пинбол. Сколько там? 2500. Сколько это? 2539 процентов людей играет. И куча других игр. Теннис, понк. Все, что возможно. Вот. С некоторыми играми не так все просто. Это активно развивающаяся область, обучение с подкреплением. Где реально мы думаем, что в ближайшие года, а может уже сейчас, оставшиеся игры тоже будут обыграны. А зачем в нейронные сети включаются? Ну, обыгрывать сети? Ну, в чем смысл? Это просто развлекательница или что-то? Ну, смотрите. Вы хотите, чтобы у вас был нормальный искусственный интеллект в играх. Не какие-то тупые игроки, которые за вами бегают и постоянно делают что-то одно и то же. И вам реально скучно, потому что реально никакого ума от них нет. Ну, то есть они постоянно делают одно и то же. Вы можете обучить агента, который будет играть в компьютерную игру. Допустим, у него можно еще делать параметр, как бы его скилл. И постепенно, по мере того, как вы сами качаетесь, у агента тоже будет постепенно увеличиваться сила. И вам будет так интереснее играть. Ну, это как бы не совсем глобальный цель. Глобальная цель, естественно, у всего как бы деньги заработать. И у вас задача тут уже будет удерживать игрока в игре. Соответственно, игрок больше проиграет вашу игру, если им будет как бы интереснее. Генерация изображений. Мы будем очень много говорить про генеративные модели. Суть такая, у вас есть какая-то обучающая выборка, например, лиц, и вы хотите научиться генерировать новые лица. Например, вот можно генерировать лица людей, можно генерировать лица анимешные и на самом деле много чего. Ну, в частности, я занимаюсь тем, что мы лекарства генерируем при помощи генеративных моделей. Перенос стиля между доменами. Ну, не совсем стиля, а просто перенос между доменами. У вас есть один домен изображений людей, лиц людей, и второй домен — это какие-то аватарки. У вас задача фактически нарисовать аватарку, которая была бы похожа на человека. Вот здесь, да? Да, есть такое. Да, проблемы есть, но в целом довольно похоже получается. Тут где-то половина таких. Интересно. А Харингтон у сына, а, ну и есть усы. Ну, довольно странные усы. Сейчас. Ну, там еще освещение, считай, разное. Да. Почему он в Американской затеял? А в Американской снизу, а вот здесь такое, что это сложнее. Да, это, кстати, интересный вопрос. Но это вопрос к авторам статьи. Можно вот третий справа, так, снизу? Третий. Третий вверх. Сюда. Правее. Вот этот человек вообще, что это за это? Суберман. 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 Значит, матричное дифференцирование. Вообще, по-хорошему, у вас в предыдущем семестре должно было быть уже несколько занятий по этой теме, насколько я знаю, да? Да? Ну, давайте, скажите «да». Не было? В учебном плане есть. Забавно. Ладно. Ладно. Фактически, я сейчас вкратце расскажу, что это такое, потом мы решим четыре задачки по этой теме. Когда вы дифференцируете обычную функцию по какому-нибудь числу, вы получаете что? В каждой точке число, да? Какой-то скаляр. Что будет, если вы возьмете вектор и продифференцируете по иксу? Ну, давайте просто определим это как вектор, у которого размерность будет такая же, как и у f, и он будет состоять из частых производных. То есть это будет df первое по dx, df второе по dx и так далее. df nt по dx. То есть фактически у вас есть вектор, вы его дифференцируете по скаляру, получаете вектор из частных производных. Дальше. Что будет, если вы возьмете скаляр и продифференцируете по вектору? Ну, вектор скаляра. Нет, ну это будет тоже вектор столбец. В смысле, это будет вектор такой же размерности, как и x. То есть фактически df по dx первое и так далее, df по dx nt. Так, это вектора. А если вектор по вектору, что будет? Да, будет матрица, состоящая из таких производных. df первое по dx первое, df первое по dx nt. И в конце здесь будет df nt по dx nt. Окей? Ну, здесь это, соответственно, df nt по dx первое. Фактически это все, что нам нужно, и мы попробуем сейчас по определению продифференцировать вот несколько примеров. Ну, давайте я сначала разберу какой-нибудь простой пример. Допустим, у вас есть x, w транспонированная, и вы дифференцируете вот эту вещь по x. Так, а вот это чего такое? Это скаляр, да? Вот это вектор. Вектор. То есть на выходе мы должны получить вектор. Омега. Ну да, это будет ответ. А омега или омега транспонированная? Ну, значит, да. Ну, фактически, как бы мы делали, если бы мы делали по определению, вот эта штука равна сумма x и t на v и t. Здесь был бы вектор, состоящий из производных d, вот эта сумма, тогда будет транспонированная x, по dx и t. Давайте пробуем это продифференцировать. Дифференциалы заносим под суммирование. Сумма dx и t. Давайте здесь по жибу и сумма. dx и t, v, g и t. Эта штука равна либо нулю, либо единице. Единица, когда и совпадает g, и нулю иначе. Итого у нас останется только w и t. Ну и, фактически, получается, что в и той позиции у нас будет w и t. Действительно, будет w. Теперь давайте чуть посложнее решим задачку. Вот такого вида. x транспонированная, а x. Кто хочет? Давайте я сотру. По x, да? Да, по x, x транспонированная, а x. Так, это скаляр, это вектор. Значит, получится вектор. И, ну, это, ну, это, это отличная форма. Давайте распишем. Да. Да. Мы дефиренцируем, допустим, w dx0. Это будет равна сумма i, g, i, g. i равно i0, x, g, плюс g равно i0, x, i. Так. Вот. Это на месте i0. И теперь… Сейчас. Да. То есть, что случится с слагами, которые x, i, t умножить на x, i, t? Ну, x, i0 на x, i0. Они тут два раза посчитаются и все правильно, да? Мы получим 2x. Да. Вот. Ну, и это находится на месте i0 в этом векторе. Так. Это еще упростить надо? Да, это упростить и записать в матричном виде. Потому что мы сейчас получим красивую формулу. Значит, здесь суммирование остается по g, a, i0, g, x, g. А здесь суммирование по i, a, i, i0. Ну, да, плохие значения, но нормально. Нормально. Вот. И это равно… Так. Это выглядит как произведение матрицы на вектор. Да. И какой-то элемент. Да. a на x. Да, и индекс, видимо, i0 будет, да? Да, с индексом i0. Так. А здесь a трансформирование на x. На x. Да. С индексом i0. Значит, получили a плюс a трансформирование на x. На x. Да, правильно. Спасибо. А по матрице тоже не делали? Ну, по матрице, я говорю, мы получим матрицу. А мы ее воспринимаем или мы ее как матрицу? Мы ее воспринимаем как матрицу. И в результате мы получим матрицу, элементы которой это производная вот этой функцией скаляра по соответствующей компанице, например, по i, t, j, t. Хорошо. Надо, наверное, поставить эти суммы. Что это будет? Ну, можно, в принципе, такую же сумму описать. А если у нас вектор функции от матрицы? Так. Если мы берем вектор функцию, дифференцируем по матрице, да? Тогда же не получится? Да. Тогда мы получим трехмерную матрицу. Это называется тензор, трехмерный тензор. И у него тоже есть свои правила перемножения. И мы сейчас в одном из примеров увидим, кстати, работать. Но саму матрицу мы не будем вычитать. Будем вычитать ее действия на вектор. Ну, чтобы, короче, трехмерное, действие на одномерное, получаем двумерное, чтобы удобнее было. Где? А, да, там вот тут a, t, j. a, t, j, t? Нет, a, t, j. Ну, в смысле, сейчас. У нас есть скаляр, мы дифференцируем по матрице. И здесь мы по a, i, t, j тоже дифференцируем. Ну, на самом деле, довольно очевидно, что если у нас вот эти процентики не совпадают, то будет маленько. Да. Можно помнить так? Да. И, видимо, останется только одно слагаемое из этой суммы. Без суммы x, t, x, j, t? Ну, не совсем. Там как будет? Ну, без суммы. Ну, без суммы. Потому что вот здесь все слагаемые, где оба индекса не совпадают, они будут нулю равны. Так они зависят от a, t, j, t. А единственное слагаемое, в котором a, t, j, t, даст единичный вклад от этого множителя, а эти два останутся. А то мы получим x, t, x, j, t. Будет матрица сумма x, t, j, t. Нет. Не матрица матрица. Это будет... Ну, без суммы, да? Вот так мы получим. Это будет матрица x, t, t. Да. Правильно. Так. Окей. Следующая задача нам понадобится. x на x транспонированное. Это до этого после равно равно x, t, x, j, t. Сейчас. Так. Если чуть более аккуратно делать, мы дифференцируем по a, t, j, t. Нулевое, скажем. Вот так, да? Нулевое поставили. Вот эта штука равна либо нулю, либо единице. Нулю, если какой-то из индексов не совпадает, и единица, если совпадают и, 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 j. Итого у нас занулятся все слагаемые, кроме одного, который соответствует индексам i0, j0. Там получим x нулевое, j нулевое. То есть у нас будет матрица. Каждый элемент, который это, ну, допустим, здесь будет x1 на x1, x2 на x1 и так далее. Ну вот можно показать, что вот эта матрица будет как раз иметь такой вид. Это равно или что это же стрелочка? Эта стрелочка значит, что если у нас будет матрица из таких элементов, то она... Ну да, короче, если аккуратно писать вот это элементы этой матрицы, а дальше вы пишете, что dx транспонированное a x по dA равно x на x транспонированное. Вы согласны, что эта матрица совпадает с такой? То есть что мы делаем? У нас есть вектор столбез на вектор строку, и в этой житой позиции результат мы берем и ту строку, то есть одно число, и житой столбез. Какой вопрос? А, смотрите, вы хотите продифференцировать скаляр по матрице, это будет матрица, состоящая из элементов, производная скаляра по соответствующему элементу матрицы. Но для того, чтобы не путать индексы, потому что здесь у нас суммирование по i и j, мы просто говорим, что будем не по i тому же, а по i 0 же 0. Окей? Так, ладно, давайте перейдем к следующему примеру, довольно важный пример, потому что потом мы будем смотреть, как обучается линейная регрессия, и окажется, что по факту мы получим ровно такую задачу. Так, надо продифференцировать по иксу, а и x плюс b в квадрате. Так, давайте подсказывать, как мы будем делать. Мы можем чейн-бук струбать саму норму отдельно, а потом ее продифференцировать по иксу. Вот так, это один способ. Да, так будет чуть проще. Давайте попробуем так. dpdx. Это скалярное произведение ax плюс b на ax плюс b. Мы можем раскрыть скобки. Мы получим dpdx от скалярного произведения ax на ax плюс что? Мы можем сейчас подскалярное произведение сразу донести, и будет все проще сразу. Ну, то есть b умножить на скалярное произведение dpdx ax плюс b на ax плюс b. Ну да. И получается, нам надо только продифференцировать dpdx ax плюс b. А это есть а. Нет. Здесь уже неправда. Сейчас, b на b, да? Вот такую вещь мы дифференцируем. Фактически надо продифференцировать каждое из слагаемых. Давайте начнем с вот этого. Чему равна производная вот такой функция по иксу? Ноль. Да? Тоже зависит от икса. Чего вот это такое? Фактически это 2b транспонированная ax, да? Это очень напоминает первую задачу, когда надо было такое дифференцировать, да? Потому что вот у нас вектор получается на x. То есть фактически мы получим производную 2, чего? А транспонированную на b. Окей. А для чего с вот этим? Это первая задача. Это первая задача, да. Смотрите. Вы помните, что такое сопряженный оператор? Вы можете перенести a налево. Вы получите a транспонированное a на x. А это фактически x транспонированное a транспонированное a x. Чем угла равна производная? А транспонированное a плюс а транспонированное a. Ну, если он же симметрический, значит, a, значит, его транспонированное дает его самого. На x. Так? Все, теперь мы можем собрать слагаемые скобки. Мы получим 2 a транспонированное на a x плюс b. Да, на самом деле, если бы мы примели chain rule, то мы бы получили то же самое. Ладно, давайте последняя супер простая задача. Надо продифференцировать след a на b. Ну, что такое след матрицы? Это фактически сумма всех ее диагональных элементов. Кто хочет? Это прям супер простая задача. Получается, здесь будет сумма всех диагональных, причем диагональных элементов. Ну, пожи тогда еще функции. А, нет. Не совсем правильно, потому что… Да. Потому что перемножение будет… А это это на b жидко-жидко? Нет. Сейчас. Блин, сейчас секунду. Нажимаем 2, получается. Диагональность будет стоять. А это и это. Это первая. И это жидко-жидко. Может быть, сейчас а это жидко-жидко я так напишу. Жидко-жидко-жидко. Жидко-жидко-жидко. Потом вот эти вот индексы, они получаются под это, как диагональные. Так. И мы это дефицируем по… Сейчас. Ну, нужно… Ну, то есть, формальное произведение матрицы на матрицу, получается а и и жидко на б ж и каты. Вот. Так. Это и и каты элементы. А так как мы берем след… Сейчас сумма по жи будет, да? Сейчас сумма будет по жи, да, это произведение матрицы. А так как мы берем след, мы берем все диагональные элементы, которые… И. И. И еще… Что ж надо делать? Да, еще сумма по и. Правильно. Да. То есть, фактически сумма по всем элементам а и т жидко на б жидко и т. И мы дифференцируем по а и т жидко. Именно эти ежиды, которые составляют с этими ежидами. Да. Получается вот… Боя… Ну, прям… ЖИТ. Не совсем. Боя ЖИТа, но бет-распонирует. Да, бет-распонирует получается. Правильно. Так. Хорошо, с этим разобрались. Спасибо. Давайте теперь попробуем посмотреть, как работают базовые логарифмы наше обучение – линейная логистическая регрессия. По факту, вы с ними знакомы, и если помните, как они работают, они очень напоминают нейронные сети. Фактически, это есть один нейрон. В логистической регрессии у вас нейронные сети – это один линейный слой, в линейной, а в логистической вы потом еще применяете сигмоиду просто. Мы сейчас это увидим. Ну, начнем с линейной регрессии. Значит, как у нас работает? Вы берете x, умножаете его на какую-то матрицу, и фактически куда-то на вектор, и это ваше предсказание. Функция ошибки какая будет? МСЕ. У нас регрессия. Давайте возьмем разность. То есть y минус, фонировано на x, и по нормам. Почему я нормам беру, а не модуль в квадрате? Ну, потому что у нас вот это вектор, да, вектор ответов. Какие у него размерности? n, где n – это количество объектов на 1, да? Это у нас n на количество признаков. Сейчас, что-то у нас… Давай сюда вот так сделаем. На v, да? И v будет у нас d на 1. Хорошо? У нас афальдоразмерность в этот раз. Получили x на w. Так. Хорошо. И мы хотим это минимизировать. pb. Кто хочет попробовать решить задачу в линейной регрессии? Задача оптимизации. Давайте. Это довольно просто. То есть что мы будем делать? Мы продифференцируем, проводяем градиент к нулю, и найдем w. Это две строчки делается. Ну, давайте складываем. Да. Да, тут спросили, что делать со смещением. Обычно как бы в линейной регрессии у вас есть еще плюс какая-то константа. Мы на него забьем, скажем, что у нас есть отдельный признак в x, который постоянно равен 1. И тогда, когда мы доложим w, мы получим как раз смещение. Так. Значит, нам надо дифференцировать по коэффициенту. Так. Такое мы уже дифференцировали, да? У нас было что-то типа ax плюс b. Ну там уже с этой стороны. Да. Ну тебе надо смотреть. Снова так сделать. Ну давайте, чтобы сейчас заново не вводить, я напомню как бы результат. d по dx ax плюс b равен 2a транспонированный на ax плюс b. А здесь у нас в квадрате. С этой стороны же стоит omega. Так. Что мы можем с этим сделать? Нет. Во-первых, omega стоит с той стороны, с которой нужно. Ну справа от матрицы. А, да, точно. Понял. Значит, все хорошо. Только будет минус b здесь. Да, и получаем x транспонированное x на omega минус y. Ну потому что можем подкладывать, не знаю. Теперь. Так. Это равно? Это равно 0. Вот. Так. Ну сразу вопрос такой с подвохом. Мы можем сократить на x транспонированное слева? Можно на двойку. На двойку можем, да. Можем ли мы сократить на x транспонированное? Нет, потому что это не оттанк. Ну это матрица. Но она не квадратная. Там у нее нет обратной. Не получится. А, я не правильно написал. Это же матрица слева. Я... Тогда давайте раскроем скобки. x транспонированное x omega равно x транспонированное y. Да. Размер на символе 5. Так. Д на n. Теперь что мы хотим найти? А, да. Н на 1. Да, все правильно. Значит, омега равно x транспонированное x с первой на x транспонированное y. Да, правильно. Так. Так. Это мы умеем считать. x транспонированное x – это квадратная матрица. Можем посчитать обратно. У нас первая x транспонированная и первая… Не, ну дальше обычно не раскрывают. Не, вот это неверно, кстати. Почему? x – это не квадратная матрица, у нее нет обратной. А, да. Точно. На самом деле у x транспонированное x тоже может не быть. обратной, поэтому… Почему она квадратная матрица? Да, она квадратная, но не может быть определительной нулевой. Тогда обратная в общем смысле. Так… Ну, когда мы собственное значение переворачиваем. Ну, так собственное значение у вас будет нулевое, получится бесконечность. А. Это как раз есть все обратно, то, что называется вот это. Сейчас. Окей. Давайте попробуем с этим разобраться, чтобы у нас всегда можно было обращать матрицу, давайте попробуем регуляризировать задачу. Возьмем, прибавим к нашему функционалу регуляризатор. Скажем, лямбда, умноженный на норму весов в квадрате. То есть, что такое было на первом семестре машинообучения? Фактически мы будем говорить, что… Да, это rich-регрессия получается, мы хотим еще дополнительно, чтобы веса были небольшими. Тогда сюда надо тоже писать. Ну, все, давайте попробуем. Так, ну тогда d по d омега от y минус x омега квадрат плюс лямбда на омега квадрат. Это есть… 2 на истоконтированное x омега минус y плюс лямбда на… Это, считаю, что единичная матрица на омега действует, цифра равна нулю, значит, 2 омега будет. Так. Ну, есть тип… Да, правильно. Вроде бы, как правильно. Так. Этого тирантовая нулю получаем 2 x транспонированное x плюс 2 лямбда е на омегу. 1 x транспонированное y. Можем лямбда подобрать таким, что… Ага, сейчас надо здесь двойку сократить, да? Да, двойку… И получаем, что если лямбда выпасть каким-то… Больше нуля… Больше нуля… Больше нуля… Да. То… Если возьму, наверное, выделитель, то есть многочлен по опусству, то можно выбрать лямбда… Ну да, по факту вот эта штука, она не отрицательно определена. И когда вы добавляете единичную матрицу на какую-нибудь лямбду, у вас все собственные значения становятся строго положительными. И вот эта штука будет всегда обратимой. Да. И при этом, если вы лямбду стремите к нулю, то вы получите хорошее решение. Но при этом для каждого лямбды у вас будет обратимая матрица. Окей, спасибо. Так, теперь я попробую сделать опять то же самое, но уже в контексте нейронных сетей. Вы помните мою любимую диаграмму, что у вас есть блок, вы подаете на вход x, на выходе получаете y, следующий блок вам возвращает dlpdy, и вы при помощи dlpdy вычисляете dlpdx, чтобы все блоки совместить, и также вычисляете dlpd параметром. Окей, теперь давайте рассмотрим конкретный слой, а именно линейный слой. У вас есть y, это, скажем, количество объектов умноженное на единицу. У вас есть x, x у вас тоже количество объектов умноженное на d, скажем. x это rn на количество объектов. Сейчас. Что я не то делаю? Сейчас. Ну да, короче, n количество объектов, у вас было, допустим, m признаков на входе, а на выходе получится k признаков. То есть вот здесь у вас m нейронов, а на выходе какое-то другое число, k нейронов. И вы хотите преобразовать m нейронов, k нейронов, линейное преобразование, фактически домножив на матрицу. Тогда w у вас будет, ну скажем, матрица размера k на m, и y, когда чему будет равен, тут надо что-то протранспонировать. Будет x умноженное на w трранспонированное. Согласны? Так, все, согласны? Хорошо. Это forward pass. Пока ничего сложного. Теперь давайте вычислим dl по dx. dl по dx это dl по dy на dy по dx. И тут возникает небольшая проблема. то, что y это вектор, x это матрица, на самом деле это матрица по матрице, это четырехмерная матрица, тут довольно-таки тяжело. То есть можно, но тяжело. Поэтому давайте вот один из немногих разок, а мы реально нормально сделаем, посчитаем грезент, как это делается в backprop, как это делалось там несколько лет назад. Так, как это делается? У вас y, это какая-то функция, а, сейчас, у вас loss, это какая-то функция, которая зависит от каждого выхода нейрона, от первого выхода, от второго выхода, от третьего выхода, от четвертого и так далее. То есть мы можем записать его как l от y1 от x, y2 от x и так далее. y последнее у нас какое? kt. Вот такая функция. То есть l у нас зависит от k компонент. Давайте это продифференцируем как функцию многих переменных. Это то, что называется chain rule. Что мы тогда получим? dL по dx будет равен сумме по всем компонентам частной производной функции по текущей компоненте на производную текущей компоненту. То есть что это получится? Это будет сумма по i от 1 до k, dL по dy и t, dy и t по dx. Согласны? То есть фактически мы вот этот блок можем нарисовать как k блоков на самом деле. То есть вот у вас есть входы и у вас есть много-много блоков, а именно k, на вход каждому из которых подаются все входы. То есть в каком-то плане мы могли так разбить. И ровно это сейчас мы и делаем. Мы для каждого xA смотрим в какие компоненты он пошел, как бы делаем такой разрез и суммируем производный по вот этим блокам. то есть мы будем dL по d вот этому блоку на dy по текущему входу. Окей. Чему это будет равно? сумма dL по dy и t. Чему равно dy и t по dx? Во-первых, какие размерности будут? у y и t. y и t – это число. x – это матрица. Количество объектов на количество куризнанков. Так? Значит, здесь мы должны получить матрицу. Какие у него будут размерности? Давайте сначала. Такие же, как и у x. то есть r – n на m. А что у нас такое dL по dy и t? l – это скаляр. y и t – это что? Это вектор. n на 1. Значит, вот эта штука… 1 на n должна быть, да? То есть здесь надо будет транспонировать. По-хорошему. Так? Так. Теперь давайте продифференцируем y и t по x. Это выглядит довольно просто. Да? У нас y и t равен x на v и t. Сочется до размерностей. Что мы получим, если продифференцируем по x? v и t. Да? Нет? Нет. Потому что v и t – это вектор. Надо как-то по-другому делать. Так. Мы сейчас y и t по x дифференцируем? Да. Давайте распишем. Чему у нас равно y и t? 1 и t. Сейчас. Да. y и t – это сумма по g и x. Давайте здесь карты напишем. Да. Давайте немножко попростим задачу. Начав с того, что у нас будет один объект. Так. И тогда здесь мы получаем то, что вот это число. Вот здесь по факту мы должны получить k на m. нет? y и t – это будет число. y и t по x – это число по матрице будет матрица. Там будут нули везде, кроме и той строчки. А в этой строчке будут записаны коэффициенты при омега. Ну, если мы конкретно y и t по матрице x возьмем. Ну, это если расписать блок. Сейчас. Ну, если мы и t распишем, то там получится сумма по g и g на омега g. На мега g. Так. Дальше мы берем дифференциальную по матрице. Но у нас и t зафиксирован. Значит, мы ровно в этой строчке и находимся. Да. Да, да, да. А в этой строчке будет 0. Значит, у нас в этой строчке будут коэффициенты омега. Так. И в итоге у нас что получится? Ну, все вместе не знаю, но d и t по dx это будет матрица, у которой в этой строчке коэффициенты омега. Да. Сейчас. Так, ладно. Да, давайте еще вопросим задачу. А потом сейчас соберу вместе. Так. У нас есть один y, который равен, скажем, вот так, проскалярному произведению. у нас есть x, у нас есть y, нам приходит dl по dy, это скаляр. Дальше мы вычисляем dl по dx как dl по dy, dy по dx. x. Это будет dl по dy на v. Так? Вот такой он получил для одного выхода. Согласны? Омега здесь просто число. Нет, здесь это вектор. То есть у нас один выход, один объект, и мы считаем не сразу весь выход, а только один выход. так. Теперь у нас есть несколько выходов. То есть мы идем сюда, сюда, сюда. Мы-то должны просуммировать по всем выходам. Мы получим dl по dx в случае, если у нас несколько нейронов на выходе. Сумма dl по dy и t на v и t. Теперь надо записать вектор аннотации. Что это будет? Это будет матрица w, умноженная на вектор dl по dy. Теперь надо понять, не накосячили мы с размерностями. dl по dy у нас какую размерность имеет? Такую же, как и y. y имеет 1 на k. Эта штука будет 1, умноженный на m. Так. Значит, здесь нам нужна матрица. К на m. Да. Сейчас. Тогда m на k должно быть? Нет, здесь должно быть 1 умножить на k. Да. Значит… У нас же должен получиться вектор 1 на m. Вот так. Матрица m на k должна быть. И… Нет, k на m. Вот так. Вот так получается. А, ну да. 1 на k. 1 на k умножаем на w, которая k на m. Вот. Продиференцировали. Ура. Это есть у нас 1 объект. Что делать, если у нас несколько объектов? На самом деле, можно делать по аналогии. Мы можем просто просиминировать со всем объектом. То есть, смотрите. Теперь x – это матрица. DL по DY – тоже матрица. Уже будет количество объектов. Здесь n на m. Здесь будет тоже n на k. И на w. То есть, если бы мы санкционировали все объекты. То есть, как бы независимо бы их пропускали и складывали в матрицу. То здесь у нас был бы уже не столбец, а матрица, где каждый столбец – это текущий объект. Здесь, опять же, у нас вектор заградиентов для каждого объекта. И здесь матрица весов. То есть, как бы так получилось. Итого у нас получается, что DL по DX равен DL по DY умноженное на v. Хорошо? Как вычтите DL по DW? DL по W. На самом деле можно сказать, что у нас тут все симметрично. У нас тут все реально симметрично. Мы можем сказать, что на самом-то деле у нас x – это параметры W – это вход. Ну, как бы сейчас. Давайте понимать, что здесь реально симметричная ситуация. Можно просто x на W заменить и транспонировать. То есть, фактически мы получим это DL по DY на x-транспонированное. Окей? Мне кажется, x-транспонировать будет слева. А, наверное, x-транспонировать не сами поменяйте, потому что там размер еще такой. Да. Ладно, мы получили две формулы основные в каком-то плане. Окей. То есть, самый простой способ это вывести в данном случае. Либо аккуратно расписать сразу же градиент, либо сказать, что у нас сначала один выход, один объект, и потом говорим, что у нас сразу все данные пропускаются через нейронную сеть и несколько выходов. Окей. Теперь понятно, как это кодить? То есть, у нас есть функция forward, принимает на вход x, возвращает, как бы, перемножает. У нас есть функция backward, которая принимает на вход, ну, скажем, там, xy и DL по DY. Это будет чуть более аккуратно в шаблоне сделано. Вычисляет DL по DW по такой формуле, DL по DX по такой формуле. И все. И потом будет еще функция step, которая делает шаг градиентного спуска, которая просто говорит, что W равно W минус какой-то параметр, который называется temp обучения, learning rate, умноженный на вот этот градиент, который посчитан. Все. Так, теперь давайте посмотрим логистическую regression. Дальше. Да, сначала функция потерь подифференцируем. Значит, помните, мы говорили о том, что у нас есть softmax, как предпоследний слой, как последний слой мы, ну, или как loss функцию мы считаем negative log likelihood, и мы хотим все это продифференцировать. То есть, смотрите. Первый шаг. PIT равно E в степени YIT делить на сумму по J. E в степени YJ. То есть мы просуммировали по всем, ну, мы пронормировали, чтобы получить то, чтобы PIT суммировать в единицу. Согласны? Ну, softmax. Y, T — это выходы нейронной сети, пропустили через softmax, получили вероятность. И потом мы получаем функцию ошибки как сумму чего? Индикатор того, что… Сейчас. НЛЛ — negative log likelihood. Минус сумма индикатор того, что правильная метка, давайте назовем ее T, равно C по всем классам. На логарифм P, C, T. Ну, то есть по факту это просто минус логарифм P, T, согласны? Значит, задача. Нам надо получить градиент по Y. То есть вот это наш лоз. Мы хотим посчитать DL по DYIT. Ну, или по Y сразу же. Во-первых, можно сначала это продифференцировать, потом продифференцировать вот это. Это относительно тяжело. Ну, и пойдем немножко другим путем. Мы поставим softmax сюда и пробуем продифференцировать от всего как бы вместе. То есть сразу же получить DL по DYIT. Так, кто хочет? Что такое NLL? NLL — это negative log likelihood. Отрицательный логарифм подобия. То есть мы смотрели функциональное логарифм для классификации. Мы пока только один посмотрели. Как раз логарифм подобия. То есть мы хотим максимизировать логарифм подобия. Мы хотим максимизировать подобия, как мы всегда делаем. Это эквивалентная максимизация логарифм подобия или минимизация минус логарифм подобия. Ну, то есть negative log likelihood как раз. Окей. То есть фактически можно сразу взять минус логарифм P от этой и поставить туда P. Так. 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 Ну это стима константа какая-то. Ну это стима константа какая-то. не совсем. Не совсем. Она точно зависит от Y, потому что мы здесь не верно вообще по всем слагаемым. Нет, сейчас. Давайте разберемся. Тут сумма по всем элементам Y. И Y там точно встретится. Как одной слагаем. Так. Тогда. Ну это константа. Мы можем занести D под Y сюда сразу же. Это тогда будет просто. P минус. Вот эта штука. Почему плюс? На минус. А, да. Угу. 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 И что это? Теперь. Учислили производную сумму. Так? Да. Каким у нас слагаемые суммы останутся? Ну, например. Только в компании теле. Ну да. Допустим там Y. Мы немножко ошиблись вот здесь, потому что фактически здесь будет единичка только когда у нас совпадает ИСК. Здесь, на самом деле, тоже, видимо, можно так сделать. В смысле, здесь мы можем избавиться от суммы, просто говоря, что С равно Т. Что? В каждом программе будет ИСК. Да. Нет, сейчас. Смотрите, вот эта штука не зависит от С. Согласны? Поэтому можно поставить скобки вот здесь, вот эта штука равна единице, если вы порционируете всем индикатором. От этого не зависит от суммирования. Мы ее вынесем и расстанется только при том С, которая равна Т, то есть единица. Да, вот это можно просто зачихнуть, потому что только одно слагаемое всегда единица. Да. А то, что справа получилось, что такое? А это ПКТ. ПКТ, да. Да, минус где-то мы потеряли, действительно. А, ну вот тут. Ну вот. Да. Окей. То есть, давайте посмотрим. Вот у вас есть объекты, у вас есть несколько выходов из нейросети. у1, у2 и так далее, ук. Какие градиенты пойдут по ним? Ну, допустим, вот правильный ответ – это 2. Вот какой пойдет градиент по у1? Ну да, будет P1. Ну да, будет P1. То есть, фактически, там, минус градиент будет минус P1. Это значит, мы будем, как бы, заставлять сеть делать этот выход как можно меньше. Так. А у второго будет P2 минус 1. То есть, это будет отрицательное число? Так? Да. Да, минус отрицательное число положить на это число, и мы будем заставлять соответствующий нейрон, давать как можно большее значение. Ну, то есть, смотрите, у нас все значения суммируются в единицу, и мы будем тянуть правильно вверх, все остальные вниз, и они все еще связаны, и все быстро обучится. Все, спасибо. Так, сколько у нас осталось? 9 минут. Последнее задание на семинар. Мы сейчас попробуем продифференцировать, ну, вычтить производные для логистической регрессии. То есть, линейный мы уже справились, теперь логистическое. Где? Ну, то есть, Y. Y – это число. Вот транспонирование на X – это скалярное произведение. Получаем число. Число на число. Да. То есть, смотрите. А зачем нам продадутые сколки? Ну, может быть, с квадратным скобом. Ну, так нагляднее. Смотрите, мы говорим, что у нас вероятность класса… А вероятность класса будет… У нас два класса будет сейчас. Плюс один и минус один. Вероятность класса плюс один. Чему равна? Сигмоиде от скалярного произведения в транспонирование на X. То есть, если мы у нас в транспонирование на X большое, Сигма получается близко к единице, и получается, что логистическая регрессия голосует именно за плюс один. Если же Y был минус один, а скалярное произведение большое, то мы получим что-то близко к нулю. Окей? Теперь такой вопрос на понимание. Верно ли, что только в единице суммируется? То есть, P от плюс единице плюс слове X плюс P от минус единице плюс слове X равно единице. Ну, неверно, если представить даже. Почему? P от единицы плюс слове X, и P от минус… Ну, смотрите, если я пишу P, то это вероятность, поэтому мы хотим, чтобы P… Так, давайте более ярким каким-нибудь цветом будем писать. P от плюс единицы при условии X плюс P от минус единицы при условии X… А Y больше ничего не понимает? Да. А, тогда да, верно. Да, это… Должно быть. Ну, должно быть. Будем проверять? Ну, там что-то используется. Ну, да. Мы получим 1 делить на 1 плюс е в степени минус V транспонированное X плюс 1 делить на 1 плюс е в степени V транспонированное X. Чего дальше делаем? По-моему, даже на экспоненте. Так. Да. Ну, вот, давайте, конечно, экспонент с минусом. И чувствительность… Да. И чувствительность… Да. Там получим… Вот так получим. Потом… Просуммируем. Ну, здесь одинаковое ищите. Получим единицу. Согласны? Вот. Значит, мы фактически возвращаем вероятность. Окей. Правдоподобие. Что мы получим? Мы получим сумму по всем объектам. Логарифм… Я сразу пишу, потому что мы это делали уже на лекции. То есть там… Да. По объектам. Наводное количество объектов. Логарифм P от Y и это при слове X и это. Что это будет такое? Это будет сумма логарифмов сигмоид от Y и это на V транспонированный X. И нам… X и это, да. Так, нам надо продифференцировать по… Омега. Давайте это сделаем. Значит, D, P, D, Омега. Ну, давайте это назовем L, да? L. Градиент можно разнести под сумму. Логарифм… Производный логарифм – это 1 делить на то, что под логарифм. 1 делить на сигма от Y и это V транспонированный X. Дальше умножить на производную сигмоиды. Чему равна производная сигмоиды? Сигма от X, то сигма от минус X. Не совсем. Это будет… Сигма штрих от X – это сигма от X умножь на 1 минус сигма от X. Может, я думаю, это доказать. Ну, короче, это не сложнее, чем вот это. Так, значит, записываем. Это будет сигма от Y и это V транспонированный X и это. На 1 минус сигма от Y и это V транспонированный X и это. И умноженное на градиент по V вот этой скобке. Что это будет? Это будет Y и это на X и это. Ну, выглядит страшно, но вот это сокращается. Вот эта штука – это что такое? Сигма – это P от минус единицы, да? При условии X и это. Нет, это от минус Y, да, минус Y и это. Ну, давайте не будем удрить. 1 минус сигма от Y и это при условии X и это. Значит, что мы получаем в итоге? Сумму по всем объектам. 1 минус P от Y и это при условии X и это умноженное на Y и это на X и это. Как мы можем это интерпретировать? Вот у нас есть какие-то объекты, на некоторых сеть ошибается, ну, логистическая регрессия ошибается, на некоторых отвечает правильно. Что будет происходить на тех объектах, на которых сеть отвечает правильно? Чему будет равна вот эта вероятность? Близка к нулю. Близка к единице, ну, если мы правильно отвечаем. А, да. Вот эта вещь будет близка к нулю и, соответственно, все слагаемое будет близка к нулю. То есть на объект, который правильный, мы как бы не двигаем к ним веса. А что будет происходить с объектами, на которых мы сильно ошибаемся? Вот это будет чему равна? Почти ноль. Это единица. И фактически мы будем двигать в сторону Y и это на X и это. То есть у нас в каком-то плане, там, на следующей итерации будет В на текущей итерации минус темп обучения умноженный на Y и это X и это. Значит, мы подвинем вектор W в какую сторону? В противоположную сторону от этого объекта. То есть что у нас получается? Вот у нас где-то область объектов положительного класса, вот у нас где-то область отрицательного класса, вот у нас где-то W и мы будем двигаться, как бы отдаляться от объектов, на которых мы ошибаемся. Окей. Да. Получилось все жестче, чем я ожидал. Мы не успели немножко сделать где-то половину семинара. Я надеюсь, что я примерно рассказал вам весь курс. И на следующей лекции мы посмотрим, как обучать нейроны в сети более правильно. Во-первых, мы посмотрим не полносвязанные сети, а уже которые разветвляются, например, или рекуррентные нейроны в сети. Как вычитать градиент на них? Мы поймем, что на самом деле, если мы используем сигмоид, у нас куча проблем. Например, смотрите, у вас сигмоид выглядит так, здесь градиент почти нулевой. Если у вас хотя бы один, если у вас некоторые нейроны находятся здесь или здесь, их активация, то у вас ингредиент будет почти нулевой, у вас сеть застрянет и не будет ничего учиться. Сейчас. Во, это отличный вопрос. Я на него прямо сейчас отвечу. Нужна. Что будет, если мы будем подряд несколько линейных слоев стакать? Да. Если мы раскроем скобки, ну там, допустим, v первое плюс b первое, v второе, x плюс b второе. Если мы раскроем скобки, то фактически один линейный слой. И поэтому какая-то нелинейность нам нужна. И на самом деле мы посмотрим на следующее занятие другие нелинейности. Начнем посмотрим, что, оказывается, нельзя просто так брать данные и подавать их на вход. Неплохо было бы их как-то модифицировать. Например, что если у вас есть два входа, которые равны? То есть у вас два признака одинаковые. Тогда у вас с точки зрения задачи оптимизации будет два направления, которые как бы слабываются. И метод оптимизации будет вести себя супернеэффективно. И мы будем рассказывать про то, как бороться с этим. Вот. И на семинаре вот на следующей неделе мы попробуем реализовать неровную сеть, которая будет распознавать рукописные цифры. На занятии через неделю, то есть не на следующем, а через занятия, мы попробуем реализовать уже при помощи библиотек, где реализованы все эти слои. Нейрон-сеть для распознавания дескриптеров на лицах. То есть у вас будет лицо, и вам надо будет найти, например, где находятся глаза, нос, рот и все такое. Очень классная вещь. Потом те, кто захотят, смогут при помощи этой программки сделать морфинг лиц. Например, можно сделать как одно лицо, и все плавно перетекает в другое. Или можно передавать мимику с одного лица на другое. Вот. Спасибо. Тогда практическое задание есть на сайте. Я вас попрошу это сделать от дома, хорошо, что мы не успели на семинаре. Оно реально простое. Фактически надо реализовать линейные слои сегмоиду, их производные и все. Если не успеете, ничего страшного, сделаем на следующем семинаре.